АРСКИЕ ХОЛМЫ По старой доброй традиции организаторами соревнований выступил Ульяновский автомобильный завод совместно с городской федерацией автоспорта. Еще один канон гонок на УАЗах и их двухдневный этап. В первый день проходят так называемые квалификационные хиты и полуфиналы. Второй день завершаются утешительными заездами и грандиозным финалом. В этом году в борьбу за звание чемпиона России вступили 24 сильнейших российских автогонщика. В основном экипажи были представлены Московской областью, Санкт-Петербургом и нашим регионом. В главном событии автоспорта приняли участие и первые лица области. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Вот сегодня собрались, наверное, самые преданные, самые надежные ценители автокроссов. День автолюбителя. 45-й, почти юбилейный заезд заключительного этапа Кубка России по автокроссу. Наверное, сложно было придумать другую погоду. Перед основным финалом остается буквально полчаса. Пилотов собирают всех вместе, чтобы напомнить о правилах и технике безопасности. На случай переворотов гоночная машина оборудована специальным каркасом. От серьезных травм спортсмены защищают шлем и этика гонщика. Рыть ямы сопернику специально никто не будет. На этот раз меры безопасности превыше всего, ведь на пути к победе участников поджидали масса препятствий – грязь, дождь и сильный ветер. Ну, нарушения есть, конечно, все это фиксируется, все отдается судейской комиссии, и они уже решают. А какие в основном нарушения вот в подобных гонках? Ну, в основном толчки, перевороты случаются. Первый круг заключительного этапа начался с фальстарта. Всего же до финиша участников разделяли 10 кругов. Сейчас участники заезда Чемпионата России по автокроссу выходят на финишную прямую. Буквально через некоторое время мы узнаем имя победителя всероссийских гонок. Первым к финишу приходит 26-летний участник из Московской области. На последних кругах он вырывает победу у своего же земляка. Как трасса? Как трасса? Тяжелая. Мотор закипел. Ехал уже потихоньку. Ждал, когда же последний круг, чтобы мотор до конца не сломал. Ну, повезло дотянул. По итогам всех семи этапов чемпионата победителем всероссийских соревнований становится гонщик Ульяновского автозавода. Многократный призер и победитель этапов чемпионата и Кубка России по автокроссу Михаил Кутинов. Гонщик признается, что в финал попал по итогу утешительных заездов. Но небольшие заминки в ходе кросса не помешали на пути к главному титулу. Это домашний этап, очень переживательный, самое главное, ответственный. Видимо, немножко с нервами не справился вчера, допустил ошибочку на спринтах, показал плохое время. Пока силы есть, пока финансы позволяют, пока это все, думаю, что и заводы это достаточно интересно, буду продолжать. Затем соревнования продолжились с заездами на призы УАЗа. Все это время за судьбой гонщиков пристально наблюдали зрители с импровизированных трибун. Ежегодно масштабное событие посещают до 10 тысяч человек. Гонки – это всегда зрелище, а зрелище людям нравится. Как говорится, в древнем времени были бои, а у нас гонки. Место очень хорошее, смотришь, в принципе, не надо никуда ходить, ты наблюдаешь все над этим, и вся панорама перед тобой. Арские холмы стали для Ульяновского автокросса поистине знаковым местом. Вот уже 45 лет все турниры проходят именно здесь. Автомобильный завод является единственным предприятием в стране, который имеет честь проводить заключительный этап чемпионата России по автокроссу. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.